у нас в гостях замечательный стример олдскульный у нас все стримеры олдскульный почему-то не знаю почему это скепман скепман здравствуй добро пожаловать как ты добрался это москва тут тяжело в целом все путешествия занимают час-два для человека у которого за час можно перейти весь город я был к этому готов ты стрим-фест и вроде как тоже не пропускаешь ни какие-то стрим-фесты впервые здесь серьезно у меня ощущение что мы делали интервью с тобой это нормальное у других людей ощущение что я канадец это мем какой-то с канадцем это ну да это отличная тема давай поговорим да нет ну грустно это на самом деле эпоха уходит такая столько столько прорывных дней столько хороших тем столько воспоминаний связанных классных и браток переодевающийся на сцене переходящий из роксов ладно расскажи что ты сейчас стримишь в данный момент прохожу все еще марафон героев всех с первой по седьмой часть сейчас на 4 предыдущий все пошел соответственно плюс есть всякие другие штуки нам south park и фракцию бот холл и много всякого разного что они как бы походят условно бесконечно да хорошо и поем их твой возраст приблизительно какой 30 лет 30 лет из первых героев ты не играл когда был щеглом нет я даже когда уже подрос не играл я вот именно за счет марафона первые на и вторые герой тоже ну как тебе 1 2 героя так ну первые герои это прикольная тема с балансом магии вообще классно то есть ты играл я играл ли я если мы стримим просто восемь часов смотреть стримы сложновато я тоже по клипам больше сейчас немного стримы баланс магии крутой что у тебя ты можешь останавливать магии только в городах где она есть и в колодцах да и в колодцах они довольно редко от босса но в целых героев дисбалансный ужас но очень красивый а что во вторых героях дисбалансного магия просто имба без всякого контроля вообще ничего ее не останавливает первые еще более-менее вторые там после третий героев тебе не предлагали парагон например пройти нет мужчине по-любому предлагали но я такой у меня только компании покажу задачами такая хорошо что по четвертым героем потому что я сейчас тоже прохожу и застрял на ней это самые спорные герои поэтому я каждый раз подумал разные названия под стрим типа худшая часть героев лучшая часть героев лучшая музыка худшая музыка и там все бомбят таки вот офигенно мне на самом деле из тех которые я играл много мне больше всего не нравится но в основном за счет антуража грузок потрясающе геймплей ну да спорный но самое ужасное что там есть это сетка боя она просто типа а ее там нет это это миф практически скучается но она бессмысленная то есть там персонаж не там она ее может прямо на квадрат разделить и там персонаж занимает минимум четыре квадрата так зачем тогда делать эти маленькие четыре квадрата сделайте просто большие да и все да я помню пытался загнать одного юнита и оградить его а это вообще нереально подсказать как это сделать короче да и сейчас ты проходишь какую компанию из там и шесть пятую про упыря они называли меня упырем или я уже пошел не вроде вроде все еще ерунда а как тебе вот это вот emilia night heaven которая держится за руки а должна ли я убивать и не должна а до этого убила пять тысяч человек а я его пощажу классические тема с героями то же самое он там убил там пять тысяч человек тихо 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 мы только начали эту компанию ну там ты сам понимаешь нежить какие там будущие могут быть варианты некромантики к романтии обязательно да такие наивные сюжеты конечно писали тогда довольно душная компания с элвином и шаэрой которая романтическая я шел по лесистому а лугу у ручья что происходит это кажется в ней было держаться за руки под тенью звезд да ладно хорошо с супырем покончили они знают они смотрят героев они смотрят у нас чатик под рукой кстати друзья если у вас есть какой-то вопрос к этому так ой кто-то 4 героев не прошел но чуть-чуть осталось мы оба не прошли да она а дополение будешь пока ни в коем случае а я буду окей проблема проблемой 4 герой в отсутствии баланса да да то есть находить имбовые штуки это весело но когда например тебе для того чтобы пройти кампании нужно тупо пылесосить всю карту для того чтобы качать героев или сидеть там ждать и там спауна мобов это не очень весело вот я лучше посижу там в шестью плечами попробую пять часов битвы пройти пятый герой ну или в парагон но по поводу парагона кстати если третьи герои тебе понравились больше чем остальные четвертый четвертый но такие тоже хороши так ребята у нас кстати началось то чего мы так долго ждали другой звук звук других стендов который пришел чувак и принес бутылки вас это искушение дьявола пить или не пить а вдруг отравлены наконец-то рэп нет друзья у нас работает сейчас система шумоподавления от nvidia но например скат находится дальше немножко чем я от микрофона и возможно его будет хуже ловить поэтому если что-то со звуком я по микрофон и мы приблизимся решим вот так что вы пишите это первое притирочное интервью потому что на выставках всегда большие проблемы со звуком всегда большие проблемы со звуком потому что стенд здесь стенд там звук отражается мы бахнули фильтр от geforce который там искусственный интеллект сидела на что он там будет творить я не знаю так что пишите так микрофон норм на них но не фокусе хорошо теперь будем фокусе давай еще немножко интересного а тебе вот ищу куда оно было вообще постараемся прошел год стриминга ну я понимаю что не первый год стриминга но вот в этом году что самое интересное что больше всего понравилось что ты рекомендуешь людям посмотреть в записи а вот так хорошо хорошо поставленный вопрос самое такое ну наверное из это плохой жанр вообще для стрима но это наверное самая крутая игра которая играла в последнее время дискрелизм мне уже третий человек рассказывает про то что нужно дискрелизм поиграть рпг очень плохой жанр если ты его сам понимаешь а то есть ли озвучка еще там там по-русски переведено текст там озвучки вообще нет там вроде они сделали типа полную версию где-то полную озвучку да там озвучка есть просто он дублирован русским текстом и те приходится либо самому читать либо забить ну это так это не идеально конечно но сама игра сама механики история геймплей и история вообще потрясающе вот это следующий кандидат у меня на прохождение да это хорошо чтобы еще кто-нибудь еще погоди у меня списочек же есть в один их игрок я понял ну типа не по вкусничек серьезный подход профессиональный стример мне нужно время ну так из коротенького недавно был the red strings club она очень короткая буквально один стрим the red strings это не клуб красных трусов я понял да видимо с нитей вот но прям классная вообще очень красивая музыка все здорово так ща вот посвящаю себе профессиональный стрим по годам у него все игры которые он играл проходил проходил ну сейчас еще начал который играл а он в основном проходил все так тут у нас мы на отметке триста двадцать пять так покоротенькая игра турнип бойка мид стакс эвэйзион реповый мальчик избегает налогообложения очень милая красивая игра да вот нам хватит реповых девочек сегодня очень ступень окей хорошо и давай по поводу планов что будет интересного у тебя ну по героям то понятно это все таки ну мне тоже она понравилась особенно вот эти вот системы с чатиком под рукой да это очень удобно классно вот и напоследок скажи что-нибудь товарищем пацаны кинут ссылочку на твою трансляцию на гг на твой канал подписывайтесь потому что ну потому что стримы стримы клевые ну смотрите вообще то есть мне нужно сказать что я стримлю да вообще что ты планируешь стримить в будущем так кроме героя кроме героя аааа ну сейчас потихонечку возвращаюсь с нового в Тарков я пришлось очень сильно колдовать чтобы он не убивал мой комп там была проблема потому что он физически убивал комп пришлось наколдовать сейчас он вроде как не убивает комп поэтому в ближайшее время в будущем он будет ээээ я тут наслушался людей по поводу Back 4 Blood хочу его попробовать обязательно это которые у того была ФД от Русболка ээээ вот вообще самые разные игры есть и более того вы можете сами их заказать ха-ха вот но так из больших приключений это да герои потом будет фоллаут метро ээээ по-моему пока что из больших таких столовых приключений вот то что в 3 и он список хороший список хороший спасибо за интервью большое спасибо вам Михаил а ты футболочку выбрал уже нет нет мне еще пока не дали ну или не позвали еще не знаю да мы традиционно потертые уже но она видишь они хорошо сохраняются да они хорошо сохраняются да мы традиционно гостям дарим наши футболочки которые дизайн сделал замечательный наш иллюстратор Савелий а за макеты проголосовали упыри в чатике именно поэтому победил упырь что тебе принести щегла и так сойдет или можешь выбрать самостоятельность я посмотрел да и это самое подходи с футболкой да спасибо 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 и